Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам Первоверховного Апостола Павла. И сегодня мы будем читать пятую главу этого послания. Содержание этой главы. Апостол продолжает излагать причины, почему он и его сотрудники не унывали в страданиях. То, о чем мы читали в четвертой главе. Они ожидали блаженства после смерти, желали его и были уверены в нем. Об этом в пятой главе с первого по пятый стих. Он делает из этого два вывода. Павел делает два вывода. Один для утешения верующих в земной юдоли. Это шестого по восьмой стих. А другой для побуждения их к исполнению своего долга. Это с девятого по одиннадцатый стих этой главы. Затем он, Павел, защищает себя против подозрений в саморекламе, как бы сейчас сказали, объясняя причину своей ревности и усердия. Это с двенадцатого по пятнадцатый стих. И напоминает о двух условиях, необходимых для нашей жизни во Христе. Возрождение и примирение. Об этом с шестнадцатого по двадцать первый стих. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Действительно, этот наш дом, а точнее ветхая хижина, она разрушается постепенно. Мы чувствуем слабость, мы чувствуем недостатки, мы обнаруживаем несовершенство в нашей плоти. Нам все становится трудно делать. Причем немощь иногда проявляется и в жизни совсем юных, молодых, и даже детей, потому что все в этом мире зыбко, и никакой возраст не может иметь гарантии, что все будет хорошо. Поэтому апостол и пишет, «Да, земной наш дом, эта хижина разрушается, но мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Помните, как Христос говорил, «Пойду к отцу, умолю отца, приготовить вам жилище, в доме отца моего обителей много, а если бы не так, я пошел бы и все приготовил, обустроил». Далее апостол Павел рассуждает, «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». То есть мы воздыхаем не от того, что нам тяжело, а воздыхаем с надеждой, от той слави, которая ожидает нас, когда любая немощь наша, она будет преодолена. «Только бы нам и одетым не оказаться на гимии». Здесь он говорит о том, что мы можем иметь вид как бы благопристойных христиан, но реально, может быть, за этим ничего положительного и не скрывается, как голый король. «Только бы нам и одетым не оказаться на гимии, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью, на сие самое, и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». То есть мы воздыхаем под бременем этого материального мира, испытывая трудности материального мира, процесс умирания, наблюдая в своем собственном теле, но мы ожидаем того, что смертное будет поглощено бессмертным, то есть жизнью. «То сие самое, и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Залог – это то, что предваряет награду или полную плату. Дух Святой, который в нас, это залог тех благ, которые нас ожидают. Духом Святым совершается Таинство Церкви, и когда мы причащаемся тела и крови, мы уже вкушаем благо вечной жизни, и об этом не надо забывать. Блаженный Августин пишет, «Скажет кто-нибудь, что причиной всякого рода пороков, отличающих безнравственную жизнь, служит плоть, потому что душа так живет под влиянием плоти, но говорящий так не обращает достаточно внимания на природу человека, во всей ее совокупности. Правда, тленное тело отягощает душу». Это цитата из «Премудрости» 9.15. Августин продолжает. «Поэтому и апостол, ведя речь о том же тленном теле, о котором незадолго перед тем сказал, но если внешний наш человек и тлеет, теперь говорит, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилища на небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертной поглощено было жизни». Здесь Августин рассуждает, и так, хотя мы и отягощаемся тленным телом, но поскольку знаем, что причиной отягощения служат не природа или сущность тела, а повреждение его, то есть нашего тела, то желаем не совлечься тела, то есть абсолютно избавиться от него, а облечься в бессмертие и с телом, и с душою, ибо оно и тогда будет наше тело, но поскольку не будет тленным, не будет отягощать. Это из известной работы блаженного Августина о граде Божием, 14-я книга. Апостол Павел далее пишет 6-го по 8-й стих. «Итак, мы всегда благодушествуем». Что он имеет в виду? Хорошо все в нашей жизни или все плохо в нашей жизни. Мы благодушествуем. Если хорошо, мы благодарим Бога за то, что хорошо. Если плохо в нашей жизни, мы имеем надежду, что претерпевший до конца спасется. Сам Христос это сказал. Поэтому Павел и пишет, «Итак, мы всегда благодушествуем и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа». То есть, находясь в теле, мы как бы обретаем плотскую какую-то дебилость. Мы не видим все до конца, мы не чувствуем все до конца. так, как мог бы чувствовать Дух. «Ибо мы ходим верою, а не видением». То есть, вера – это то, что мы не видим. Это уверенность в невидимом. Потому что через призму плоской жизни мы не можем рассмотреть жизнь духовную, как и в 13 главе первого послания к Коринфянам Павел пишет, мы сейчас видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Да, мы понимаем, когда неизбежное произойдет, и душа покинет это тело, мы водворимся у Господа, душа никуда не будет потеряна, но и само наше тело будет ожидать воскресения. И когда оно воскреснет, оно вернется к нам. В послании к филиппийцам, 1 глава, 21 стих, апостол Павел пишет, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Как и здесь, в 8 стихе он пишет, «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». В каком случае смерть может быть приобретением? Когда мы живем Христом. В этом случае для нас смерть это долгожданная встреча с Ним. Святитель Иоанн Золотаус пишет, что всего важнее и выше он поставил на конец. То есть на конец своего рассуждения. «Потому что со Христом быть лучше и выше, нежели получить нетление». То есть минуя Христа. Слово же его имеет такой смысл. «Гонящий и убивающий нас не отнимает у нас жизни, поэтому не бойся, но дерзай. И тогда, когда рассекают тебя на части, это не только освобождает тебя от тления и тяготящего на тебе бремени, но тот час же отсылает тебя к Господу». Я сейчас вспоминаю блаженной памяти отца Даниила Сысоева, который считал себя недостойным мученической смерти. И когда мы ему говорили, может быть, небезопасно вести такую полемику с игорянами, он говорил, да я не достоин такой славы. Действительно, это надо еще заслужить, страдания за Христа. И если они обнаруживаются в нашей жизни, надо радоваться и веселиться. Как сказано в Нагорной проповеди, «Если гонят вас, злословят, преследуют, радуйтесь и веселитесь, ибо так гнали и пророков, бывших прежде вас». Далее апостол Павел пишет, «И потому ревностно страдаем», то есть проявляем ревность, думая о высшем, «И потому ревностно страдаем, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». То есть находясь в теле или выходя из тела, мы стремимся быть ему угодными. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это действительно неизбежно произойдет рано или поздно. Анастасий Синаид, преподобный, пишет, «Говоря о содеянном посредствах тела, апостол показывает, что душа ничего не совершает без тела, а также то, что души грешников до страшного суда пребывают в преддверии ада, в частной муке и тягостном ожидании. души же праведников равным образом наслаждаются некой радостью и весельем в ожидании полноты рая». То есть только находясь в теле, мы можем исправлять свою душу. Без тела, без этого орудия исправления души остается только ожидание или наказание, или блаженство. Далее апостол Павел пишет, «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». То есть апостол Павел понимает, что в глазах Бога мы все прозрачны, но ему нечего скрывать от других верующих, и он надеется, что и в глазах верующих он абсолютно открыт, он ничего не утаивает. Некоторые верующие опасаются, что за ними там следят, подглядывают, подсматривают. Но мы же не шпионы, чтобы нам бояться, что кто-то за нами приглядывает. У нас нет ничего такого, что надо скрывать. Далее Павел пишет, «Не снова представляем себя вам, то есть нам не надо знакомиться с вами заново, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, то есть внешним, а не сердцем, то есть внутренним». И преподобный Ефрем Сирин объясняет и слова пишет, «Когда же пишем это вам», он как бы от лица апостола Павла рассуждает, «Когда же мы пишем это вам, то не самих себя опять представляем вам, но побуждение даем вам для похвальбы из-за нас, дабы вы имели что пред теми, кое лицом хвалятся, а не сердцем, то есть хвалятся показными делами, потому что далеки были от дел тайных, то есть духовных». Конечно, мы знаем из Писания сказано, тут немножко как бы непонятно, Павел пишет, что мы можем хвалиться нашими служителями, и апостолы не скрывают то доброе, что они творят, но в Евангелии от Матфея, 6 глава, 2 по 5 стих сказано, «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно, говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно, говорю вам, что они уже получают награду свою». И возникает вопрос, а почему же тогда апостол наставит на том, что христиане могут хвалиться его служением? Потому что апостол не приписывает себе этого служения. Он не видит в самом себе ничего положительного, и если он чего-то и достигает, то во Христе и со Христом. А скрывать Божьи дела нельзя, наоборот, к славе Божьей их надо озвучивать. И далее, 13 стих по 15, «Если мы выходим из себя», то есть говорим слишком много, можно так перевести, «то для Бога», то есть мы не себя хвалим, но Бога, «если же скромны, то для вас, подавая вам пример, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». То есть мы можем хвалиться только заслугами Христа. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, для них и воскресшего». 16 стих «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Что значит «потому отныне мы никого не знаем по плоти?» «Мы никого не оцениваем по плоти?» Этот рыжий, этот блондин, этот брюнет, этот толстый, этот худой, это женское тело, это мужское, это ребенок, это старик. Нет. Здесь важно оценить душевное качество человека, какова его душа. Поэтому апостолы пишут «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, потому что в нем была полнота божества телесно, то ныне уже не знаем». Григорий Богослов святитель пишет «Христос как человек, поскольку он все еще с телом, которое воспринял, до ныне молится о моем спасении, пока не сделает меня Богом по благодати, силою своего вочеловечения, хотя мы не знаем его, то есть Христа по плоти, я имею в виду плоские немощи и все наше, кроме греха, так и мы имеем ходатай Иисуса Христа, не в том смысле, что он унижается за нас перед Отцом и рабски преподает, но в том смысле, что пострадав за нас как человек, он убеждает этим нас к терпению, как слово и сосоветник, то есть сосоветник Бога Отца». Это трактат о Сыне, слово 30-е Григория Богослова. Далее апостол рассуждает, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, то есть раньше о тебе судили по состоянию твоего тела, и может быть ты сам судишь о себе по состоянию своего тела, но ты новая тварь, ты родился свыше действием Духа Святаго, древнее прошло, то есть теперь плоское, оно не так важно, теперь все новое, все же от Бога, то есть все посылает нам Бог, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, тот факт, что во Христе мы примирились с Богом Отцом, Он позволяет нам совершать служение примирения, то есть помогать другим людям тоже во Христе и со Христом примириться с Богом Отцом, потому что Бог во Христе, то есть Бог Отец примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения. По этому поводу Блаженный Августин пишет, мы тогда по-настоящему свободны, когда Бог организует нашу жизнь, то есть формирует и создает нас, не как людей, ибо это Он уже сделал, но как людей добрых, то есть наши тела Бог создал, но в том смысле, что человеческие тела от Адама не существуют, но сейчас Бог делает что-то удивительное, помимо наших тел, Он дает нам обновление души. И Августин рассуждает, теперь он делает это своей милостью, чтобы мы могли стать действительно новым творением в Иисусе Христе. Об этом говорится и в молитве. Сердце чистое сотвори во мне Божие. Здесь блаженный Августин вспоминает 50-й псалом, 12-й стих. Блаженной памяти священник Даниил Сысоев писал, «Опять нам апостол напоминает, чтобы мы не плакали, потому что сил нет для спасения. Оно дано нам как подарок, самый лучший подарок, который нам дан вечная жизнь». Согласитесь, лучшего подарка просто дать невозможно. Бог примирил нас с Собою через Христа и дал нам служение и примирение. Христос нас примирил с Собою. Бог был оскорблен человеком. Человек оскорблял Бога всеми силами, но Бог примирил нас с Собою, потому что Он послал посредникам мира Христа. Христос является единственным посредником, который, взяв наш грех на себя, нас от греха очистил, и поэтому Бог нам дал служение и примирение. Отец Даниил Сысоев обращает внимание на то, что Христос посредник мира, мира между Богом и родом человеческим. Как и блаженный Феофилак писал, что посредник между Богом и людьми должен быть и Богом, и человеком одновременно, каковым и является Бога-человек Христос Иисус. Далее апостол Павел пишет «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим примиритесь с Богом». Так могут говорить люди, которые сами примирились с Богом, и они хотят поделиться этой возможностью с другими людьми. Далее 21 стих «Ибо не знавшего греха, то есть Христа, Он, то есть Бог, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем, во Христе, сделались праведным перед Богом, то есть перед Богом, Отцом». И Блаженный Августин пишет «Итак Бог, с Которым нам надлежит примириться, сделал Его, Христа, жертвой за грех, и этой жертвой мы можем примириться с Богом. Он Сам стал грехом, взяв на себя все грехи, а мы праведностью, но не своей, а праведностью Бога, не в нас самих, а в Нем. И как Он стал грехом, не собственным, а нашим, не в Нем, укорененным, а в нас, так Он, Христос, показал через подобие греховной плоти, в которой был распят, что поскольку греха не было на Нем, то Он, Христос, мог, так сказать, умереть для греха через смерть плоти, бывшей подобием греха. И поскольку Он, Христос, никогда не жил древним обычаем греха, то Он, Христос, мог через Своё воскресение обозначить нашу новую жизнь, заново начинающуюся после ветхой смерти, в которой мы умерли для греха. Итак, Христос всё преобразил, Он всё поменял. Взяв наши грехи, Он садился грехом в абсолютном смысле. Опустошив нашу греховность, Он даровал нам праведность. Своей смертью Он уничтожил смерть, чудом Своё воскресение дарует нам жизнь и жизнь с избытком. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы читали пятую главу второго послания Коринфянам. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать шестую главу. Подписывайтесь на библейский портал «Акзагет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. «Акзагет», «Акзагет»